Приветствую вас на своем канале. Сегодня мы с вами будем вышивать маленькую березку. Обратим внимание на ее ствол, потому что в предыдущем видео, где мы вышивали с вами листья березы, у меня спрашивали, а как же сделать ствол березы. И вот мы сейчас с вами посмотрим, как же сделать этот ствол. И для этого нам понадобится лента атласная 0,3 см, черная-белая, нам понадобится с вами зеленая лента для листиков, тоже 0,3 см, нам понадобится с вами черный ирис, либо черное мулине, нам понадобится с вами карандаш, нам понадобится с вами зажигалка для обработки, нам понадобится ножницы и нам понадобится с вами две иголки для вышивки лентами. Также нам понадобится тот материал, на чем мы с вами вышиваем. У меня это лен. И нам понадобятся пяльцы, если вы вышиваете на пяльцах. И для начала мы с вами берем карандаш и рисуем ту березку, которую мы с вами хотим видеть на нашей картине. Либо вы берете из головы, либо вы можете воспользоваться интернетом, также набрать рисунок березы, и он вам выдаст многочисленные березки. Вы выбираете себе и перерисовываете. После того, как вы нарисовали березки, вы берете ленту черную-белую, отрезаем небольшими кусочками, где-то по полметра, не больше, потому что, когда вы проходите через работу, лента становится такая, как скрученная. И закрепляем с вами наши ленточки в игле. То есть мы вставляем с вами в иголку, где-то сантиметр-полтора от хвостика, и закрепляем, чтобы наша лента узкая, она у нас не выскочила из большого ушка. И с вами сделаем то же самое со второй ленточкой. И вот так вот мы с вами закрепляем. И начинаем мы с вами вышивать ствол. Определитесь, да, березки бывают разные. Бывают, где много-много белого и мало черного. Бывают такие березки, где много-много прям черного. Вы посмотрите, да, также по рисунку, какую хотите увидеть березку. У меня здесь в основном белые и немножко черного. И мы с вами начинаем вышивать нашу березку с любого края. Сзади мы оставляем хвостик полтора сантиметра. В принципе, его можно сразу будет закрепить даже галочкой и припаять к нашей работе, либо придерживать пальчиком. И смотрите, чтобы ленточка ваша ложилась ровненько, не перекручивалась. И вы такими кирпичиками сейчас будете строить нашу березку, выкладывать наш ствол. То есть попеременно нужно будет использовать белую и черную нитку, в зависимости от того, какую вы хотите видеть, чтобы была у вас березка. Побольше черного или побольше белого. То есть как вы хотите. То есть следите, чтобы лента у нас ничего сложного, чтобы лента у нас не перекручивалась. Вот я хочу, чтобы тут у меня сейчас была черненькая. Также мы ставим черную здесь. Также закрепим ее, чтобы она у нас с вами не выскочила. Ленту не отрезайте, в принципе, просто пальчиком здесь придерживайте, чтобы она вам не мешала делать следующий ряд. И старайтесь, чтобы следующий ряд, который был, он был как бы в шахматном порядке от предыдущего. То есть не старайтесь, чтобы у вас стежки совпадали с предыдущим рядом. То есть вот пусть здесь у нас будет с вами такое черненькое, скажем так, крапинка. Это березки эти, на карьере рисунок. То есть таким способом можно вышивать любое дерево. Просто поменять цвета на коричневые, темно-коричневые, светло-коричневые. И мы так с вами будем двигаться по кругу. По кругу мы с вами будем так вышивать. Да, еще раз повторюсь, старайтесь, чтобы все-таки предыдущие, следующие стежки следующего ряда не совпадали со стежками предыдущего ряда. И вот я хочу здесь еще сделать себе черненькое вкрапление. То есть, как видите, ничего сложного. Просто вы как бы рисуете лентами, рисуете ствол той березы, которую хотите. Можно, конечно же, воспользоваться интернетом и оттуда взять тот, какой вы хотите. И так мы с вами будем продолжать до конца. Таким вот образом мы с вами продолжаем нашу березку. И у меня, смотрите, заканчивается белая лента. Видите, о чем я говорила? Не берите длинные ленты. Видите, что с ней происходит? Когда вы очень много туда-сюда и через ткань проходите, она вот так вот деформируется. И потом, в принципе, можно вот так вот ее привести в порядок, но лучше все-таки брать небольшие отрезки, и чтобы не было у вас таких вот... Отрезаем нашу ленту. Если вдруг у вас закончилось, чтобы вы знали, ничего сложного, просто отрезаете, просто берете опять новую, опять небольшой кусочек, не больше полуметра, опять так же закрепляете и продолжаете с того места, где вы закончили. И мы также дальше в шахматном порядке с вами будем продолжать наш ствол березы. Закончил с вами наш ствол. Ленту мы с вами отрезаем. Краешки ленты мы с вами сразу обработаем, чтобы они с вами не болтались. Зажигалочка и припаяем к нашей работе, к нашим лентам с изнаночной стороны. Чтобы она с вами ничего не болталась. Дальше мы с вами будем делать стволы, к веткам. После стволов мы переходим с вами к веткам. И для этого нам понадобится либо черная лента, в которой мы вышивали с вами ствол, либо черное марине, либо черный рис. Любая черная нитка какая у вас есть. И мы с вами стебельчатым швом, здесь у меня стебельчатым, да, выполненным, мы с вами сделаем наш ствол нашей березы. У основания, естественно, он будет у нас потолще. Там можно сделать стебельчатый шов вдвойне, в два ряда. То есть сначала я сейчас сделаю в один, а потом добавлю толщины ветки, добавлю в основание. Можете сразу это сделать, можете гладью вышить. То есть, ну, здесь уже, как вам видится ваша работа, мы с вами вот таким вот стебельчатым швом. Главное стебельчатым швом соблюдать, если вы ленту, нитку в данном случае кладете сверху, значит она всегда у вас будет сверху. Если вы снизу, значит она всегда у вас будет снизу работа. Чтобы ваш шов смотрел в одну сторону. И мы с вами можете взять иголку поменьше. Кто-то большую хватануло. И делаем с вами веточки. Все веточки нашей березки мы с вами прошиваем. Березки, они здесь вот так вот как бы спадают. И вот мы дошли до с вами до края веточки. Я обычно сзади, так сказать, не люблю обрезать нитки. Не люблю, когда там много-много этих узелков. Я обычно вот так вот хитрю. Я возвращаюсь как бы обратно до того места, докуда мне надо. И продолжаю веточку. Люблю, да, я эти узелки. И теперь мы делаем с вами здесь веточку. То есть так мы с вами делаем все веточку. И не забыть, что у основания ствола нам надо с вами веточку немножечко утолщить. Что такое? Теперь я опять тоже вернусь. Хотя тут у меня нитки не хватит, тогда я закреплю. Не хватит длинной нитки. И возвращаемся к тому месту, где у нас с вами будет та веточка. Да. И делаем эту веточку. Вот так. Вот так. Все это мы закрепим, потому что она с нами уже коротенькая стала у меня. И утолщу сейчас немножко ветку у основания. Вот я хочу еще утолщить здесь веточку у основания. В принципе, если это у вас веточки уже верхнего яруса, они могут быть у вас уже тоненькие все. А поскольку у меня это ветка нижнего яруса, она должна быть немножко потолще. Видите, здесь у меня выполнена лентой. И я сделала сначала вот так вот, а потом ленточным стежком пошла дальше. То есть можете тоже так сделать. Я просто сейчас буквально одним рядом, тут несколькими стежками, я себе утолщу веточку у основания. чтобы наша береза с вами была гармоничная. Так, и мы закрепим нашу. И теперь нам надо с вами взять ленту для наших листьев, для наших листочков, и сделать обычным ленточным стежком много-много зеленых листиков нашей березы. То есть также берем небольшие кусочки, чтобы у нас лента не изнашивалась. Также закрепляем иголку, закрепляем в иголке ленту, и делаем нашей березке много-много зеленых листиков. Оставляем сантиметра полтора хвостик. И маленькими, все зависит от размера, если у вас березка побольше, можете взять 0,6 сантиметра ленту. И обычным ленточным стежком мы с вами сделаем ей много-много листьев. Сильно ленту не затягивайте, чтобы лента у нас и так узкая. Если вы еще сильно ее потянете, она превратится у вас в тоненькую ниточку. То есть свободненько мы с вами будем делать наши березки. Листики в том порядке, как вы видите у себя в голове, как вы на картинке ее видите. Может быть, она у вас без листьев еще. Здесь уже как вам видится. И мы делаем много-много листочков в разном порядке для нашей березки. Видите, березы делаются очень просто, а получается очень красиво. и так мы будем с вами продолжать до конца. Лента заканчивается, закрепляйте ее также сзади, берете новые и продолжайте рисовать. Вот мы с вами закончили листики мои с вашей березки. Мы отрезаем ленточку. Ленту мы с вами обрабатываем пальцами, когда не делайте, сколько раз забываю, да. Краешком зажигалочки вы припаиваете наши все ленточки, чтобы у нас с вами сзади было все красиво. И получилась у нас с вами вот такая вот красивая береза. Если вы впервые на моем канале, подписывайтесь, ставьте лайки, задавайте вопросы. Буду рада вас видеть в следующих своих видео. Подписывайтесь на меня вконтакте, там мы с вами тоже общаемся, задаем друг другу вопросы. И увидимся в следующем видео. Всем удачи, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok